Дьяволит Торжество справедливости. Часть первая. Музей изящных искусств. Антверпен, Бельгия. Объект в здании поднимается по лестнице. Ждите сигнала. Неплохо для подделки. Целый музей для прикрытия. Дэйн стал профессионалом. Но это делает задачу еще более интересной. Сканер включен. Он близок к тому, зачем пришел. Пантера Ави, как слышно? Слышу тебя хорошо. Задаю точную электронно-сенсорную активность. Если данные наблюдения верны, сейф где-то рядом. Судя по уровню защиты, дневник Кинга здесь внутри. Предварительный код принят. 20 секунд до самоликвидации. 18, 17, 16, 15. Похоже, я ей не нравлюсь. 11. День, она взорвется. Убегай оттуда, быстро. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вы пошли в программу. Самоликвидация снята. Ди, ты цел? Вроде бы цел. Но мог оказаться на том свете. Это уже слишком. Ты сам себя погубил, дьяволик. Все эти электронные штуки, с которыми ты возишься. Я перенял твой рецепт и первый эксперимент провел над тобой. Дай подумать, Гинку. Мой сканер. Ты поймал его сигнал на пиратской частоте? Да. И когда месье Дейн попал к тебе на мушку, я проявил внимание ко всему, что с ним связано. Я поражен, Гинку. Сколько лет ты над этим размышлял, а? Посмейся надо мной, приятель. А я посмеюсь, когда ты получишь пожизненное. Держи свои руки на виду. Только руки? А как же ноги? А-а-а! А-а-а! За ним, идиоты! За ним! А-а-а! Шумят, как на вечеринке. Славный был праздник, пока его не испортили. Дьяволик, тебе не жить! Штаб-квартира Интерпола Париж. Мне не важно, за кем вы следили, инспектор. Вы совершили непростительную ошибку. О-о-о! Как вы смели использовать мой музей без особых санкций? Мсье Дэйн, есть основания считать, что совершено преступление. И это дает вам основание уничтожать мою собственность. Кстати, о собственности. Вы считаете, это ваше? А что, если так? Фальшивка. Это копия, найдена водолазами в 22-м году. Что именно вы имеете в виду, инспектор? Интерпол уже давно ищет группу мошенников, сделавших на этом бизнес в Европе, сэр. Я думаю, что вы об этом знаете. Я? А? Я связан с подделкой? Это оскорбление. Возможно. А что, если мы очистим верхний слой и найдем вас в центре? Как вы думаете? Думаю, что скоро вы найдете себя, инспектор, на бирже труда. Это надо понимать угрозам, мсье? Не собираюсь слушать этот бред. Чушь! Если я вдруг вам понадоблюсь, сперва получите ордер. Срочно займусь этим, мсье Дэйн. Меня особо волнует тот факт, что в некоторых залах даже не поставлена охрана. Он пудрит нам мозги, Коррин. Договорись о встрече с Грефомом. Деятельность мсье Дэйна требует тщательного расследования. Гинкотт, нахальный кретин. Кретин или нет, но если Гинка начнет копать твои дела, надо ждать проблем. Наоми, крошка, инспектор скоро узнает, что значит иметь поддержку в самых высоких сферах. Сейчас нужно думать о моем братце. Дьяволик ищет дневник Кинга. Если он до него доберется, мы все окажемся в сложном положении. Дэйн, сейф не открыть без ключей. Это страховка, но я не желаю рисковать, детка. Надо вывести его на остров Кинга и известить братство о том, что награда за Дьяволика повышена втрое. Мне нужна его голова. Штаб Дьяволика в Париже. Вот она, защита 500. Дэйн внес кое-какие изменения. Я попытался скопировать их в компьютер. Вход в систему без запуска взрывного механизма требует пяти особых ключей. Практическое пособие для самоубийц. Дело в том, что эти люди не доверяют друг другу. Дневник Кинга хранит детали всех преступлений, которые имеются на счету братства. Даже последних? После смерти Кинга? Да. Дэйн встроил в него цифровой радиопередатчик. Кодовая спутниковая связь позволяет лидерам братства входить в базу данных дневника из любой точки мира. Ах, слава новым технологиям. Итак, Дэйн и все члены братства заинтересованы, чтобы дневник лежал подальше от пытливых глаз. Поэтому я так долго за ним и охочусь. Я узнал о его существовании давно, когда жил на острове Кинга. Я знал, что такой компромат может уничтожить братство. Но это было прежде, чем слова «измена» и «возмездие» вошли в мой лексикон. Спустя годы, когда Дэйн обвинил меня в убийстве твоего отца, я бежал из тюрьмы, решив выкрасть дневник и уничтожить Дэйна и братство раз и навсегда. Но все было тщетно. Дэйн стал преследовать меня на каждом шагу. Он буквально наступал мне на пятки. Теперь, когда лидеры братства стали более властными и менее доверчивыми к своим, они придумали единственное средство от своей паранойи – свою грандиозную охранную систему. Шесть человек и пять ключей. Кто же лишний? Дэйн. Он просто следит за системой и, кажется, контролирует коды, удерживающие систему от самоликвидации. Значит, нам нужно только выкрасть ключи у пяти других. Забавно? Не надевай пока вечернее платье, милая. Гинка не даст нам расслабиться. Предстану перед ним во всеоружии. Если он найдет нас, то примется за свое. Надо держать его на расстоянии, чтобы добыть ключи. Потом, когда мы на блюдечке поднесем Гинка дневник, дни Дэйна и его преступного братства будут сочтены. Нет, министр, впервые об этом слышу. Гинко хотел видеть меня завтра, но я не знаю. Да. Я понимаю, Мсье Дэйн – уважаемый человек в обществе. Но если Гинко считает, что расследование необходимо... Хорошо. Я велю Гинко закрыть расследование. Ди, это расследование – именно то, что нужно, чтобы отвлечь Гинко. Наша задача – не позволить Грефому закрыть дело. Мистер Гретов, я как-то шла к вам. Не сейчас, Сесиль. Позвони завтра. Но это касается информации из отдела разведки. Да. Я опаздываю на совещание Совета Безопасности ООН. Эльва-Пантери, он уже идет. Я его вижу. Тори? Саим. Это Тори-Зоар. Его ищут в пяти странах. Догнать! Стоять! Стой! Мы будем стрелять! Низместно, Тори. На этот раз ты попался. Ты оставил, родной. В Маракеш, Тори, не стыдно тебе? Что привело тебя в Париж, а? Я люблю прыгать с парижских крыш. Вот он! Я пыталась сказать комиссару. Интерпол не знает сна из-за него. А мы снова его упустили. Итак, отдел разведки выяснил, что Тори заслан сюда для похищения премьер-министра? Да. Известно, что все следы идут в Маракеш. Министр знает? Ему доложат. А между тем, вас доставят в аэропорт, чтобы лететь в Марокко. Меня? Милая, вы же знаете, я больше не работаю в сфере... Протокол не будет нарушен. Поверьте, только профессионал вашего уровня может выполнить эту миссию. Нашей разведке не хватает таких людей. Уверен, что кто-то еще... Сэр, мы ценим ваш профессионализм. Вы сумеете вывести на чистую воду тех, кто за этим стоит. Но я не готов. Здесь вы найдете все, что нужно. Информатор в Маракеше носит кличку Пастор. И помните, конфиденциальность это залог успеха. Никому об этом ни слова. Уговорили. Опоздали, инспектор. Я обещал Грефому, что мы будем в 9 утра. Увидев улики, он поймет, что стоило подождать. Простите, комиссар. Дьяволик? Я прав? Вовсе нет. Я здесь по поводу мсья Дэйна. Дэйна? Бизнесмен? Бизнесмен? Не совсем то слово. Что у вас там? Древняя Минойская богиня. Вторая из двухточных копий, найденных в музее Дэйна в Антверпене. Она бесценна. Но это подделка. Подделка? Да. Вот эту мы нашли в отделе улик парижской полиции. Изъят во время рейда в парижской галереи искусства. Полиция вышла на тех, кто связан с подделкой и кражей ценностей. Значит, эти фальшивки тиражировались и выдавались за оригинал. Неужели в этом замешан Дэйн? Ведь он известен как уважаемый и влиятельный человек. Который тесно общается с довольно подозрительными людьми. У его дружка Вулфа, к примеру, досье займет четыре таких коробки. Что ж, я заинтригован. Я и сам подозревал Дэйна. Значит, вы хотите продолжить следствие? Да, и чем скорее, тем лучше. Кингом, такая работа полиции мне нравится. Мне казалось, что погони за Дьяволиком затянули вас с головой. Сниму меня старые счеты. Ясно. И чем же Дьяволик тебе не угодил, что ты так упорно его преследуешь? Он преступник. По-моему, ты чего-то не договариваешь. Дьяволик неординарный преступник. Нам когда-то выпало работать вместе. Дьяволик! Он всегда был воплощением того, с чем я клялся бороться. Он щеголял своими хитроумными приборами, машинами, вертолетами. Он каждый раз избегал заслуженного наказания. Видя его бесчинства, я жаждал возмездия. И я не успокоюсь, пока он на свободе. Все ясно. Но сейчас я переключился на Дэйна. Я убежден, что он заодно с Дьяволиком. Так я продолжу расследование? Да, но будь осторожен, Гинко. Неверный шаг, и твоя карьера пойдет под откос. Этого не исправишь. Я все слышала. Ди, я думала о том, что Гинко говорила тебе. Эва, это не то, о чем стоит думать. Важно, что мы сумели его отвлечь. Ладно. Ди, я тут подумала, как найти ключи от сейфа. Ди, лидеры братства устраивают опорные пункты в самых непредсказуемых местах. Похоже, они действуют во всех частях света. Отлично. Вот что мы сделаем. Я займусь Дегетом, а ты Леоновым. Ммм, стариногрэм. Ему еще не надоело протирать штаны? Маракеш, Марокко. Меня никто не спрашивал? Нет, сэр. Но я проверю еще раз. Остров Уайер, штаб Даггета. Если верно, что говорил Дэйн, надо усилить охрану. Уже сделано. Пусть дьяволик сунется на остров. Живым он от нас не уйдет. Эва, я в миле от острова Уайер. Пришлось разрядить пару датчиков, но пока все идет гладко. Что у тебя? Леонова ждет неприятный сюрприз. Вулкан у меня на виду. Камчатка, Россия. Будь крайне осторожна. Никто из них не должен тебя заметить. О, я обожаю нервотрепки. Скоро буду. Ну что, мы временно потеряли несколько подводных поисковых датчиков, но потом нашли. Сейчас не время рисковать. Посмотрим-ка лучше, как работает наш новый сонар. Сонар задействован, но пока что он фиксирован. Фиксирует только штормовые шумы. Спорю, что эти шумы зовутся дьяволиком. А вот и гости. Готовься. Да, сэр, я понял. Леонову доложили о вторжении. Собрать людей и прочесать местность. Есть сигнал. Похоже на подлодку. Это он. Дьяволик. Окажем нашему другу должное гостеприимство. Эй, не двигаться. А-а-а. Продолжение следует. Продолжение следует...